Дорогие друзья, привет! Это подкаст на паузе, это наш новый сезон. Спасибо большое, что вы были с нами и что вы продолжаете нас слушать и теперь еще с этого сезона смотреть. Это главное отличие, собственно, нашего нового продукта, потому что теперь он выходит еще и на нашем канале на YouTube. Безусловно, в ауди режиме подкаст также будет продолжать выходить на Apple, Google подкастах, Язнакс Музыки и на всех других платформах, на которых только можно слушать подкасты. Но теперь есть еще чудесный видеоформат из нашей киевской студии. Его можно смотреть, видеть эмоции наших гостей. Я вам всем рекомендую, так сказать, не терять подобные возможности, если вам это удобно. Но сегодняшний наш разговор, он особенный еще и по другой причине, потому что мы сегодня говорим про... Довольно, в общем, делимся впечатлениями о международной мониторинговой миссии на Донбасс, из которой я вот совсем недавно вернулся. Это была мониторинговая миссия, организованная Украинским благотворительным фондом «Восток СОС» и немецкой некоммерческой организацией «Диарей». И, собственно, с нами сегодня в студии Константин Реутский, директор «Восток СОС» и Петр Андрюшечко, корреспондент газеты «Выборчий» в Киеве, который был, собственно, частью нашей миссии. И вот Костя нашу миссию возглавлял, безусловно. Не совсем так. Координатором миссии был Евгений Васильев, который не присутствует с нами в этой студии. Но я был водителем в этой миссии. Ну, вот, знаешь, на донецких дорогах, безусловно, роль водителя, она как роль капитана. Невозможно, мне кажется, ее как-то принизить так или иначе. Безусловно. Я уже не говорю про то, что так как мы ехали вдоль линии фронта, иногда поворот на дороге не туда мог буквально привести к самым непоправимым последствиям. Поэтому еще раз большое спасибо тебе, Костя, что мы вернулись все, так сказать, целые и невредимые, собственно, в Киев. И давай начнем с того, что я тебя попрошу немножко рассказать о том, что это была за миссия, почему Восток СОС такую миссию организовывает уже не первый раз, и, собственно, в чем была наша такая коллективная цель. Да, подобная международная мониторинговая миссия организовывалась уже в восьмой раз в партнерстве с DRI. С 2015 года мы вместе с международными экспертами выезжаем в зону конфликта для того, чтобы оценивать гуманитарную ситуацию, ситуацию в сфере безопасности вблизи линии фронта. И если очень коротко, то наша задача дать возможность европейским экспертам в этом случае и российским экспертам увидеть собственными глазами то, что происходит в прифронтовом Донбассе, оценить все это и, так сказать, из первых уст передать обществам в Европе и в Российской Федерации. Спасибо, Костя. Как раз хотелось бы поговорить, собственно, о новой большой государственной политике на Донбассе, которая там появилась, скажем так, с тех пор, как в Киеве поменялись власти, то есть за последний год. Вот. Год назад были произведены первые разводы войск в трех точках. Соответственно, это Станица Луганская, это Золотое Пять, правильно? Катерина. Да, Екатериновка рядом с Золотым, да. И третье — это Богдановка, точка. Соответственно, специально три эти территории были выбраны с разным ландшафтом. Один — это более такой жилой, скажем так, ландшафт, другой — более, ну, я так понимаю, там, поля. И, в общем, суть была заключалась в том, что, с одной стороны, это эксперимент о том, как это будет работать, с другой стороны, это действительно заявлялось как такой, в общем, шаг в сторону попытки немножечко сделать, в общем, так, чтобы стреляли на фронте меньше, сколько я понимаю. Мы как раз оказались в миссии перед, за несколько дней до того, как было объявлено глобальное полное перемирие в очередной раз. И, в общем, это было, конечно, интересно смотреть на реакцию местных жителей, потому что на Донбассе ходит байка о том, что если объявляется, значит, всеобъемлющее перемирие, значит, пару дней перед этим должны расстрелять свободные патроны, потому что куда же их тогда девать. И, действительно, когда мы, вот, собственно, были в Золотом-4, мы, в общем, слышали, как совсем в ближайшем радиусе от нас стреляли, в том числе и 120-х минометов. И, в общем, я думаю, что мы дадим в этот эфир немножко звуков, скажем так, с поля боя, которых мы услышали. И, с одной стороны, это, ну, с любой стороны, это очень печальная история, но она была немножко комичной на месте, потому что, как только начали стрелять, соответственно, Костя и Женя, его коллега сразу принесли нам всем броники, каски. И мы, значит, вот я лично в первый раз был в прифронтовой зоне, для меня это было очень важно, действительно, для психологического спокойствия мы сразу все это нацепили, превратились в таких просто рэмбо в голубих касках. И в этот момент мимо нас проезжал просто такой ребенок на велосипеде в шортах там с плеером, и смотрел нас просто как на идиотов, что тут взрослые мужики, значит, напялили на себя броники и ведут себя как будто тут не седьмой год войны и вообще. И это очень сильно, конечно, показывало ощущение, такое, общее ощущение территории, на которой мы находились. Потому что, с одной стороны, ну, как бы, вроде бы мирно достаточно, чтобы дети уже привыкли кататься на великах, когда слышно пули, с другой стороны, никто, собственно, в полное перемирие не верит вообще. Петр, вот ты следил за конфликтом, собственно, был там многократно в командировках с самого начала войны в 2014 году. Как тебе кажется, насколько вот за последний год, с того момента, как начались разводы войск, и вот, как бы, вся эта риторика существенно поменялась, скажем так, да, насколько ситуация на Донбассе изменилась, стала ли там безопаснее, и видишь ли ты, вот, собственно, перспективу подобных перемирий? Честно говоря, я не вижу каких-то таких ключевых изменений, которые бы кардинально поменяли эту ситуацию в этой префронтовой зоне, то есть как стреляли раньше, так и стреляли. То есть в этот год сутева ничего не поменялось. То есть мы видим сейчас только за последнюю неделю, то что реально так не сдаётся, то есть реально видим, что есть тишина на фронте. Да, действительно и тишина. Но мы помним, что в первый день перемирия был ранен мирных жителей в Марьинке. То есть там есть где-то больше 200 нарушений уже этого перемирия через эту неделю, но тем не менее есть тишина. Я не знаю, но ты же читал, сколько там, сколько перемирий было уже с самого начала? Где-то 29-го. Это 29-го перемирия, это много чего говорит. То есть как бы по сути каждое перемирие раньше или позже оно заканчивается, и заканчивается том же самым, то есть начинает опять стрелять. И это основная проблема, потому что если мы помним Минские соглашения, и увидим первый пункт, то есть прекращение огня, то есть за этого момента, через этих много лет, этот первый пункт даже этих соглашений не был никогда полностью, как это сказать, реализованный. Там не будет безопасности, то мы не можем говорить о каких-то других изменениях реальных на этой территории. Потому что эта проблема, во-первых, ну, конечно, для меня с точки зрения как бы журналиста, я думаю, с точки зрения так само полских читателей, основное, например, это то, что их интересует, это судьба людей, которые там живут. Потому что это тоже такая большая проблема, то есть что с начала этой войны много людей остались в этих прифронтовых зонах, то есть по сути много кто живет на самой этой линии разграничения, на самой линии фронта. То есть они много лет уже, да, они привыкли, кстати, наверное, много кто нам говорил об этом, что они привыкли к обстрелам, то есть и даже они сприймают уже по-другому, наверное. То есть то, что для нас, так ты говоришь, да, мы можем испугаться этих обстрелов, а для них это просто раунд из последневного дня. И это и с основной проблемой, мне кажется. Вот я хотел продолжить тему про местных жителей, потому что одним из, собственно, таких ярких моментов, которые у меня остались в главе после нашей миссии, это наша поездка в поселок Опытное. Во-первых, раньше это такой поселок, собственно, не совсем, в общем, простреливаемый на прифронтовой зоне, там нет ни одного живого дома, там осталось, я не знаю, 47, по-моему, человек. Нет, меньше, 38, 38 человек. Раньше туда хотя бы шла полевая дорога, по которой все ездили, и она была непростреливаемая и, в общем, довольно безопасная, по которой местные жители, в том числе, могли туда добираться как-то в плюс-минус безопасную часть Донбасса, там, в магазин и так далее. За несколько дней до того, как мы, собственно, все поехали в миссию, на этой дороге нашли несколько противотанковых мин, которые удивительным образом не взорвались, пока по ним ездило, там, огромное количество транспорта, и эту дорогу закрыли. Соответственно, мы ехали в Опытное по простреливаемой дороге, с которой буквально было видно Донецкий аэропорт, тот самый всем известный, ставший символом этой войны. Соответственно, для местных жителей, которые находятся там, для последних, там, 38, это, получается, единственная дорога, чтобы поехать банально в магазин и так далее и тому подобное. Когда мы приехали в этот населенный пункт, собственно, местные жители нам долго рассказывали о том, что и откуда у них здесь есть, потому что там нет ни света, ни воды, никаких средств снабжения, ну, таких стационарных, да, соответственно, свет они получают благодаря солнечным панелям, которые привез Красный Крест, воду привозят. Другая гуманитарная организация, это People in Need, Человек в беде. Также там по какому-то мелкому ремонту домов работает еще одна гуманитарная европейская организация, это Норвежский НРС, Норвежский Совет по делам беженцев, мне очень сложно по-русски просто вспомнить, как это называется. И это такая отдельная история. На Донбассе работает огромное количество гуманитарных организаций, и, в общем, они являются очень часто таким единственным способом хоть как-то выжить, особенно в таких селах, как Опытное. Долго говорю, но вопрос, на самом деле, довольно понятный. Во-первых, вот вопрос Кости про, собственно, опытное, про подобное село. Почему, как ты думаешь, люди оттуда просто не уезжают в таких условиях? Потому что, ну, как бы, когда ты живешь, условно, в доме, в котором уже нет живого места, где прострелены заборы, и ты совершенно точно знаешь, что никакого перемирия в ближайшее время не будет, а даже если оно будет, оно не является гарантией того, что к тебе не прилетит снаряд завтра, просто в кухню. Почему люди там остаются? Часто это не просто простреленные заборы. Некоторые люди живут в полуразрушенных квартирах, в полуразрушенных обстрелами квартирах. Мы задаем этот вопрос людям с первых дней войны, и люди не могут ответить на него рационально. Я думаю, что здесь большой роль играют психологические факторы. Людям очень сложно расстаться со своим жильем, с тем, что они наживали, по сути, десятилетиями упорного труда. И многие люди боятся, что там, куда они переедут, у них ничего не будет, они не смогут начать жизнь с чистого листа, особенно если мы говорим о людях пожилых, пенсионерах. Это действительно психологически сложно. Мы нередко сталкивались с историями, когда вот такие вот пожилые люди пытались переехать, уехать от войны, начать жизнь заново. Но даже если они переезжали к каким-то своим родственникам, то все-таки отсутствие привычных социальных связей не позволяло им адаптироваться на новом месте. То есть, по сути, человек оставляет там, откуда он уезжает, всю свою жизнь, все свои социальные связи, дом, все свои привычки. И для многих это невыносимо тяжело. Поэтому люди выбирают оставаться, держаться за то, что у них есть, за свой дом, за своих соседей, даже несмотря на риск погибнуть от артиллерийских обстрелов или от шальной пули, что мы тоже видели неоднократно на линии фронта. Увы, да, вот жизнь в таких поселках, как опытная, и не только опытная, таких населенных пунктов довольно много, маленьких населенных пунктов прямо на линии фронта. Жизнь в них очень тяжела, невыносима. Я, например, не представляю свою жизнь или жизнь своей семьи в таком населенном пункте, но, увы, сотни, как минимум сотни людей выбирают именно такой способ выжить. В Донбассе седьмой год продолжаются военные действия, конфликт не заморожен, как это не хотелось бы показать Кремлю. Конфликт продолжается, и поэтому все проблемы прифронтового Донбасса так или иначе связаны с продолжающимися военными действиями. Мы говорили о военно-гражданских администрациях и о... Костя, давай я тебя здесь сейчас остановлю, и я хочу немножечко, так сказать, сам подвести к этому вопросу, потому что мне он лично кажется, безусловно, бескрайне интересным. И вообще мне бы хотелось бы сегодня говорить в рамках этой дискуссии именно о такой вот повестке Донбасса 2020, о том, что сейчас там происходит и с какими последствиями войны, собственно, мы сейчас там боремся, с которыми там борются местные жители, и как вообще устроена сейчас жизнь. Потому что, исходя из того, что я вижу, мне кажется, что очень много людей, когда при слове «Донбасс» сразу себе представляют там руины Славянск или что-то такое, и вот на этом их мыслительный процесс заканчивается. И таким образом они себе представляют вот, собственно, все, что происходит на Донбассе. Ну, вот такая картинка из 2015 года. Мне как раз бы хотелось поговорить немножко о том, что сейчас происходит, именно сейчас там. И вот ты упомянул про военно-гражданские администрации, и это, безусловно, было одной из самых интересных вещей, которые мы увидели и услышали на Донбассе, потому что она совершенно не вкладывается в такой стандартный украинский обиход. В огромном количестве населенных пунктов на линии разграничения, на подконтрольной украинской территории действует военно-гражданская администрация. Это такой орган быстрого единоличного управления территорией, скажем так, который был там введен по причине того, что была война, и, соответственно, он был введен вместо органов местного самоуправления. В последние, вот, собственно, несколько лет в Украине происходит очень масштабная реформа децентрализации власти, в рамках которой по всей стороне сейчас организуются так называемые ОТГ, объединенные территориальные громады или сообщества, и, собственно, вот пришло время в том числе проводить эту реформу на Донбассе. И из того, что я видел огромное количество, собственно, местных активистов и тех самых глав ВЦА всячески противиться этому. Да, и при том, что, конечно, мы в Украине привыкли, что здесь очень тяжело в целом защищать какую-то централизованную власть в любом регионе. Украина такая довольно нелюбящая начальников страна, всегда выступающая за максимальную демократию и так далее. А тут вот оказывается, что нет. Люди хотят, собственно, чтобы был человек, который в режиме ручного управления решал их вопросы. Как так вышло? Почему так вышло? И почему, собственно, вот ты сам был очень рад тому, что вот буквально на днях в Лисичанске тоже ввели военно-гражданскую администрацию, при том, что это, скажем так, город, находящийся не на самой передовой линии? Ну, то, что касается Лисичанска, наверное, я бы не говорил о том, что я рад, что там введена военно-гражданская администрация, в отличие от Севера Донецка, но об этом чуть позже. То, что касается мнения глав ВЦА, с которыми мы говорили в ходе этой миссии, то, конечно же, их мнение нельзя считать репрезентативным, репрезентующим мнение большинства жителей этих территорий, они все-таки лица заинтересованные. Но да, часть людей, живущих в прифронтовой зоне, особенно активная часть этих людей, против того, чтобы на эти территории возвращалось местное самоуправление и чтобы там прошли выборы этой осенью в органы местного самоуправления. Почему? Потому что, ну, во-первых, речь идет, конечно же, прежде всего о населенных пунктах, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, где до сих пор, повторюсь, продолжаются боевые действия, где в этой связи крайне необходимо, чтобы местные администрации тесно контактировали с военными и очень быстро принимали решения, важные для местных общин, важные для жизнедеятельности местных общин. Как показывает практика, не всегда, но в большинстве случаев местное самоуправление оказывалось неспособным быстро реагировать на вызовы, связанные с безопасностью. Я имею в виду, конечно же, интенсивные боевые действия. И не могло в этих условиях обеспечить жизнедеятельность своих громад. Хотя были очень хорошие исключения, такие как Попасное, такие как Счастье и еще несколько подобных. И поскольку судьба этого конфликта не ясна, и пока не просматриваются перспективы его прекращения, а, соответственно, населенные пункты будут продолжать страдать от обстрелов, будет продолжать страдать инфраструктура и требовать очень быстрого восстановления, будут продолжать страдать жилые дома, важные гражданские объекты, то может быть введение местного самоуправления в этих населенных пунктах преждевременно. Даже в относительно отдаленных от фронта на несколько десятков километрах населенных пунктах, больших городах, таких как Северодонецк или Лисичанск, особенно Северодонецк, органы местного самоуправления в этот период показали себя очень неэффективными для местных общин. Вот в Северодонецке яркий пример такой, где несколько враждующих групп в городском совете создали ситуацию, когда вот уже, если не ошибаюсь, в 8 раз снимался и переназначался мэр, и этот совет не способен принимать важные для местной общины решения. Бюджет города профицитный, но этот профицит не может расходоваться для улучшения качества жизни Северодончан из-за вот этого продолжающегося конфликта. Именно это стало причиной введения сейчас туда военно-гражданской администрации. И до сих пор вопрос проведения выборов в объединенную территориальную общину в Северодонецке и в Лисичанске находится под вопросом. Но при этом мы, например, с некоторой высокой долей понимания, говоря про выборах, говорим о том, что если эти выборы все-таки пройдут в ближайшее время, то, в общем, довольно высокое количество людей крайне пророссийских взглядов фактически тогда и заберется в эти советы. Я правильно понимаю? Да, до сих пор условные регионалы, экс-регионалы и, по сути, старые региональные элиты сохраняют свое влияние на местную политику и с большой долей вероятности именно они снова придут к власти в этих регионах. С одной стороны, с одной стороны, в этом нет ничего плохого. Это школа демократии. Необходимо, чтобы люди имели право совершать ошибки. Необходимо помогать им учиться на этих ошибках, но в ситуации продолжающихся боевых действий и попыток правительства Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в регионе, продолжающихся попыток, я думаю, что у меня, по крайней мере, тут нет однозначного мнения, стоит ли в этих регионах вводить, возвращать местное самоуправление. Я думаю, что было бы оправдано продолжение работы военно-гражданских администраций, но при определенных условиях. Во-первых, должен быть четко определен срок каденции военно-гражданских администраций и сам механизм военно-гражданских администраций требует определенной доработки, улучшения. Необходимо, чтобы процедура назначения глав и персонала ВЦА, ключевых, по крайней мере, фигур, была доступна для контроля со стороны местных общин. Сейчас она абсолютно непрозрачная. Местные общины должны иметь какие-то возможности влиять на принятие решений военно-гражданскими администрациями, контролировать военно-гражданские администрации. Без этого, опять-таки, мы можем скатиться к авторитарным формам правления. И, конечно же, должна быть принята четкая государственная политика, которая позволит за следующие, скажем, 3-4, максимум 5 лет нормализовать политическую ситуацию в регионе и, по сути, нейтрализовать монополию вот этих вот старых местных элит, экс-регионалов, настроенных пророссийски и продолжающих подливать масло в вагоне этого конфликта. Военно-гражданские администрации как система, как институция нуждается в серьезном ремонте, тюнинге, скажем так. Очень многое сейчас зависит от персоналей глав военно-гражданских администраций и, к сожалению, предыдущая власть не всегда назначала на эти должности компетентных людей. с одной стороны мы сейчас видим хорошие замены глав военно-гражданских администраций и это действительно дает шанс жителям тех территорий, где на эти должности приходят мотивированные компетентные люди. С другой стороны, в том числе вот в недавних заявлениях Алексея Резникова, вице-премьера по реинтеграции мы услышали странно высокую оценку деятельности ряда глав администраций, которые очевидно являются некомпетентными и по большому счету просто негодяями, от которых жителям этих территорий ждать попросту нечего. И вот этот факт меня несколько печалит, и поэтому я еще раз хотел бы остановиться на необходимости пересмотра подходов, пересмотра системы, пересмотра закона военно-гражданских администраций, пересмотра практики. Это очень важно, и мне хотелось бы, чтобы общественные организации, все заинтересованные в позитивных изменениях на Востоке, эксперты и правительство совместно сейчас уделили этому внимание и приняли участие в этой работе. Точно. И тут я бы хотел задать важный, мне кажется, вопрос, о котором мы обязательно должны успеть поговорить. Это собственно координация прекращения огня, координация зеленых коридоров и вот эта вся тематика. Находясь на Донбассе, я в первый раз для себя услышал аббревиатуру СЦКК Совместный Центр по контролю координации огня. Если я не ошибаюсь, прекращение огня. Это называется так. То есть это такая специальная межвоенная организация, в которую изначально входила украинская и российская Первыми минскими соглашениями, да, и она создавалась из офицеров российской армии и офицеров украинской армии, которые в соответствии с этими соглашениями должны были совместно мониторить режим прекращения огня. Российские офицеры находились с украинской стороны линии фронта, а украинские офицеры находились со стороны оккупированных территорий, для того, чтобы мониторить эту ситуацию. Изначально ситуация была не очень, то есть подход россиян был, как всегда, не очень пропорциональным. С нашей стороны работало несколько десятков, я сейчас точную цифру не помню, российских офицеров, а со стороны оккупированного Донбасса допустили меньше десятка украинских офицеров. тем не менее, в определенном смысле эта модель была действенной, и особенно, когда договаривались об очередном перемирии, то СЦКК позволяла действительно отслеживать нарушение прекращения огня, и в некоторых случаях добиваться прекращения огня. Договариваться о гуманитарных коридорах, о прекращении огня для эвакуации, например, раненых или погибших, об эвакуации гражданского населения и так далее. в 2018 году российская сторона СЦКК совершила демарш, заявив, что к ним плохо относятся на украинской территории, и покинула СЦКК в одностороннем порядке, заявив, что теперь украинской стороне придется иметь дело с их проксиев, так называемых ЛНР и ДНР. По сути, навязав украинской стороне коммуникацию с вот этими непризнанными вооруженными формированиями. Украинская сторона не признала субъектности так называемых СЦКК вот этих прокси-образований, но, тем не менее, так или иначе приходится контактировать и пытаться договариваться о прекращении огня, как это было, например, недавно в Зайцево во время выхода эвакуационной группы после гибели одного из украинских военных в нейтральной зоне. Была достигнута договоренность о прекращении огня с так называемой СЦК ДНР. Как мы знаем, договоренность не была выполнена и эвакуационная группа была расстреляна, в том числе представители украинской стороны СЦКК, маркированные соответствующим образом, которые шли в белых касках, в белых бронежилетах. Соответственно, вот в подобных случаях, тогда, я напомню, погибли еще двое украинских военных, точнее, один военный и один медик. В подобных случаях так называемая СЦКК, так называемая ДНР или ЛНР никакой ответственности не несет. То есть, вроде бы, они заявляют себя как сторона переговоров и именно с ними якобы можно договариваться о гуманитарном коридоре или прекращении огня, но на самом деле они не имеют субъектности и ответственности не несут. И мы считаем, что таким образом правительство Российской Федерации уходит от ответственности в подобных ситуациях, по сути, манипулирует и передергивает. То есть, ты говоришь, что по факту, при том, что даже в конкретном этом случае в Зайцево с погибшим украинским медиком произошло реальное военное преступление, но при этом ответственность за него никто нести не будет и при этом украинской стороне в том числе придется продолжать собственно эти самые зеленые коридоры о них договариваться в том же самом формате с той же самой стороной, даже при том, что это самое СЦКК фактически является непризнанной никем организацией, но просто другого механизма нет. К этому подталкивает Украину Российская Федерация в ходе Минского процесса и в ходе международных переговоров в нормандском формате Российская Федерация постоянно настаивает на том, что они не являются якобы стороной этого конфликта и все переговоры нужно вести с их прокси в ЛНР и ДНР и соответственно всю ответственность несут вот эти образования и их как бы ответственные лица которых на самом деле нет. Такой вот парадокс. Нас заставляют вести переговоры с куклой надетой на руку правительства Российской Федерации если так метафорически. Ясно. Петр давай на завершение ты как представитель нейтральной стороны как ты считаешь что должно произойти чтобы действительно эффективно и на самом деле на Донбассе перестали стрелять. То есть мы не говорим наверное про какую-то скорую реинтеграцию мы понимаем что это совсем космическая история но просто чтобы случилось эффективное перемирие и чтобы например конфликт оказался ну как минимум замороженным как об этом говорят я уж не знаю хотим мы чтобы он был заморожен или нет но просто чтобы как минимум там перестали гибнуть люди я думаю я не буду оригинальным то есть ответ не меняется с 2014 года то есть решение для этого оно есть в Кремле в Москве в Российской власти то есть я думаю без поддержки России просто это так называемый ДНР или НР они не могли просто бы вести боевых действий на таком долгом протяжении времени да то есть это мы все это знаем то есть это не это не купишь этого как помните с 14-го года как бы что типа там купили где-то там взяли купили из шахты то есть мы все понимаем были расследования журналистки все журналисты которые работали еще в 14-м году например на территории уже контролированные боевиками видели этих шахтеров так называемых да то есть например с Рязани и из других городов российских которые приехали ну и конечно техника тяжелая техника военная потому что это не боевые действия где-то я еще бы допускал что окей можно воевать на автоматическом стрелковым оружием то есть это можно кому-то забрать где-то в каких-то магазинов вытащить и так далее но если мы уже говорим о артыллерии о ракетно-запаовой артыллерии о танках и так далее то есть это понятно что она откуда это приходит то есть если Россия не почувствует это уже невыгодно то есть как бы то я думаю будет очень сложно обеспечить долгосрочный такой режим прекращение огня на Донбасс заставить Россию отказаться от своих агрессивных планов можно только вместе с международным сообществом путем продолжения международной изоляции Российской Федерации и усиления экономических санкций другого пути повлиять на Российскую Федерацию я не вижу другого достаточно гуманного пути повлиять на Российскую Федерацию конечно же решить конфликт может только по сути демонтаж политического режима Российской Федерации демократизация Российской Федерации которая в том числе может быть достигнута через вот эти вот санкционные меры так же как это было и в случае с Советским Союзом в 80-х Костя согласен со всем что ты сказал но простой вопрос а какова собственно роль Украины и украинской власти в решении вот собственно во всем том что ты сказал потому что если мы поговорим с нашими коллегами из условно немецкого МИДа я не знаю из стран коалиции из стран которые сейчас держат санкции в отношении России ну как бы очень часто позиция будет такая ну ребята мы санкции ввели мы там признали что Россия является стороной конфликта с вами сейчас вот с открытыми руками но должна быть какая-то собственно проактивная позиция Украины чтобы собственно этот процесс двигался вот сейчас те процессы которые вот собственно исходят с банковой да собственно усиление активности с одной стороны Украины в том числе в Минской группе в Минском процессе с другой стороны вот сейчас последние странные довольно изменения назначения в Минском процессе ты как-то чего-то ждешь собственно от того что как-то украинские усилия в данном случае какого-то результата добьются или какой у них собственно результат должен быть или в данном случае мы просто говорим что окей Украина будет сейчас иметь некую проактивную позицию всегда будет готова к тому чтобы собственно завершить войну и на каких-то определенных условиях скажем так начать реинтеграцию территорий но при этом безусловно пока для этого все равно должна давить Европа должна давить США и собственно Россия должна в итоге в любом случае все это должно закончиться выводом российских войск с Донбасса соответственно судами и так далее вот скажи как ты считаешь если очень коротко то да у Украины очень мало сейчас возможностей повлиять на Российскую Федерацию и конечно же мы не можем не рассчитывать на наших международных партнеров конечно же мы ожидаем от них большей проактивности и стараемся убедить их в том что агрессивная внешняя политика Российской Федерации несет угрозу не только для Украины но и для коллективной системы безопасности и европейской и глобальной которая выстраивалась десятилетиями после Второй мировой войны именно ее-то Россия и намеревается разрушить конечно же украинским дипломатам стоит быть еще более проактивными чем это есть сейчас пытаясь доказывать нашим европейским и американским партнерам эти позиции они делают достаточно много но очевидно что наверное могли бы делать больше в том числе привлекая украинское гражданское общество в том числе и живущее в россияне в диаспоре для для разрешения этого конфликта нельзя недооценивать роль российского гражданского общества от активности российского гражданского общества от внутрироссийской дискуссии по моральной допустимости продолжения гибридной агрессии на территории суверенного государства на самом деле зависит легитимность всей политической системы пока к сожалению мы не видим достаточной активности российского гражданского общества в этом вопросе и очень рассчитываем очень надеемся что российские активисты все-таки более внимательно и ответственно посмотрят на этот вопрос спасибо большое коллеги и до скорых встреч до